Всем привет! Я Лена Григорьева, клинический нутрициолог, и в этом видео я покажу вам, как работать с разными отделами живота, напрягать, расслаблять, растягивать. И таким образом мы еще больше приблизимся к нашей цели, к нашей основной цели, это вакуум и науле. Приглашаю вас на свой курс «Живой животик». Ссылка на этот курс в описании под этим видео. И в этом курсе мы с вами разберем более серьезные техники для работы с животом, это вакуум и науле. Науле это горизонтальная волна с животом. В прошлом видео мы с вами протестировали наш живот на предмет опущения органов. Мы с вами научились делать висцеральный массаж для живота, чтобы поднять органы на место. В этом уроке мы будем работать с мышцами живота. Сейчас схематично делим наш живот на три части. Пусть это будет верхняя часть над пупком, пусть это будет средняя часть, область пупка, и пусть это будет нижняя часть под пупком. И наша задача сейчас научить все эти части слышать команды нашего мозга. Мы это сделаем не прямо сейчас, у кого-то может получиться, а кому-то надо будет поработать. И что нужно сделать для того, чтобы облегчить эту ситуацию, для того, чтобы быстрее наладить эту связь мозг-живот? Я вам покажу. Ваша задача только взять информацию и практиковать это регулярно, до того момента, пока у вас это не получится. Как простым способом показать мозгу, что у нас есть какая-то часть тела? Мы просто берем свои руки и кладем на эту часть тела. Можно закрыть глазки и спокойно подышать. Это будет достаточно, чтобы произошло сканирование и обнаружение. Так мы делаем со всеми частями нашего живота. Положили ручки в нижнюю часть, подышали, почувствовали живот сначала руками. Положили руки на среднюю часть, можно одну, можно две, прямо на пупок. Дышим, чувствуем, показываем. Вот наш живот, вот наша средняя часть. Не весь живот, а именно средняя часть. И следующая верхняя часть, кладем руки на мышцы над пупком и точно так же несколько минут спокойно дышим. И сейчас первая практика, с которой мы с вами начнем, это как раз напряжение мышц. Все из вас ходили в фитнес-зал, ну, либо видели где-то в интернете, да, как качают пресс. Нижнюю часть, чтобы подкачать, поднимаем ноги. Верхнюю часть, чтобы подкачать, мы поднимаем верхнюю часть корпуса. Мышцы косые, чтобы подкачать, мы делаем скрутки различные с верхней и с нижней частью. Ну, не стоя, а лежа, да. Хотя и стоя много техник на работу с мышцами живота. Но все они делаются за счет движения частей тела. Мы же с вами будем работать мышцами без участия каких-либо частей тела. Мы будем работать только с конкретной мышцей. И мышца должна будет сокращаться точно таким же образом, как если бы мы поднимали ноги. Давайте начнем с нижней части живота. Можете прям ручку на нее положить. И сейчас попробуйте подтягивать вот эту нижнюю часть живота наверх. Все свое внимание погрузите именно в эту область. Не на весь живот, а вниз. Для этого еще рукой себе помогаем. Не поднимаем живот, а просто показываем нашему мозгу, с чем мы работаем. И начинаем приподнимать нижнюю часть животика. Попробуйте это сделать. Это у вас может получиться сразу. Может получиться не сразу. Как еще себе помочь, если не получается. Мы продолжаем создавать намерение, чтобы подтянуть эту мышцу, да, если не получается. Продолжаем создавать намерение и пальцами или ладонью сильнее подталкиваем. То есть физически, да, физически в момент создания намерения подтягиваю, подтягиваю, подтягиваю. Пальчиками давим в мышцу. Еще сильнее показываем мозгу, если он не сразу заметил, не сразу до него дошло, куда смотреть. Мы пальцами направляем его. В какой-то момент вы, смотрите, не двигаете корпусом, да, работает поясница на месте, работаем только мышцами. В какой-то момент вы почувствуете физическую усталость в мышцах. Мышца приходит в тонус, вы ее сокращаете. И вы делаете это без участия каких-либо частей тела на сокращение. Сама мышца укорачивается. Хорошо, с нижней закончили, переходим давайте на среднюю, пробуем область пупка. Сразу скажу, это самая сложная область. Именно не сверху вниз, да, переключаться, а остановиться на серединке и попробовать найти область пупка и втягивать именно ее. Не низ, а чуть выше. Ставим руки сюда и начинаем мышцы сокращать среднюю часть. Все это условно, да, все достаточно условно. Здесь мышцы прям вот так не делятся в анатомии. Но по ощущениям мы переносим ощущения с нижней части в серединку, в серединку. Опять, да, кладем руки, показываем мозгу, чем мы работаем. Если не помогает, продавливаем. С намерением подтягиваю и продавливаю. Подтягиваю и продавливаю. То есть еще сильнее показываем. Подтянула, продавила. Это тоже вам информация для размышления, для отработки. И если сразу не получается, значит нужно приложить больше усилий, больше времени дать себе. И все это обязательно получится. Сейчас переходим на верхнюю и мы делаем точно такие же сокращающие движения в верхней части. Кладем руку на верхушечку живота и пытаемся сократить именно верхнюю часть живота. В этот момент нижняя может немножко надуваться. Вот у меня она чуть-чуть надувается. Как будто здесь мышцы натягиваются, а здесь они по полной расслабились. И делаем то же самое. Рука лежит, если нужно. Если этого недостаточно, давим. Подтягиваю и давлю. Подтянула, надавила. Подтянула, надавила. Подтянула, надавила. И так делаем столько раз, сколько вам хочется, сколько у вас есть времени. Может быть вы почувствовали уже свои мышцы живота и даже почувствовали мышцы спины, потому что у нас включается в процесс полностью вся поверхность мышцы кора, а мышцы к ним относятся и мышцы поясницы в том числе. Поэтому, когда мы начинаем работать с мышцами живота, то мы соответственно работаем и с мышцами спины. То есть все это место у вас включается по кругу. Это была первая техника. Мы напрягали мышцы по отделам нижний, средний, верхний. И сейчас мы попробуем с вами сделать то же самое, но наоборот растягивать эту мышцу. Вот у нас есть нижняя часть животика, верхняя сейчас спокойная и средняя не работает. И мы без участия частей тела пытаемся натяжение опустить в животик и прям хорошенько натянуть нижнюю часть живота. На контрасте, как это попробовать сделать, чтобы прям вот явно получилось, я напрягаю верхнюю часть и максимально надуваю нижнюю. По ощущениям это разное, нежели я бы напрягала верхнюю. И все внимание у меня было бы здесь. У меня все внимание в нижней части. И я работаю именно с нижней части, прям надуваю. У меня все мышцы надулись. Все мышцы раздулись. Продолжаем так натягивать мышцы несколько раз. Как только почувствовали, что уже все, enough, достаточно. Переходим на среднюю часть. Средняя часть будет немножко сложнее. Кладем на нее руки. Наша задача удержать напряжение мышц, удержать снизу, удержать сверху животик. И попробовать выделить именно среднюю часть и надуть ее. Попробуем, давайте. Среднюю часть пробуем надуть. Кладем на нее руку. И вот прям область пупка выпячиваем, выпячиваем, выпячиваем. Мы не синхронизируем это с дыханием. У нас это больше работа диафрагмы. Пытаюсь сейчас понять, что там у меня двигается. То есть не нижняя часть, а вот именно средняя. Вы можете почувствовать в животе движения какие-то, может бурление. В общем, любые ощущения, которые вы будете чувствовать, не бойтесь их. Просто наблюдайте, мы оживляем живот. Конечно, он будет общаться с нами. Он будет передавать нам какую-то информацию. Он будет благодарить нас, будет возмущаться, будет радоваться, будет бегать в туалет. Но это нужно для него и для нас. Мы должны с ним подружиться. Как только вы почувствовали, что у вас вот все здесь по периметру натягивается, напрягается, вы уже устали, готовы переключаться, переходим на верхнюю часть животика. Здесь точно так же мы фиксируем нижнюю часть живота, а надуваем верхушечку животика сверху. Очень сложно говорить и делать, но зато такая тренировка прям эгэгэй. Поехали. Удерживаем нижнюю часть живота, чтобы она не раздувалась, и надуваем верхнюю. Для этого, смотрите, вы можете руки положить, куда вам удобно. Но вы должны понимать, если вы кладете руку вниз, и в этот момент вы должны ее удерживать, то внимание у вас должно быть на удержание. А здесь на натяжение. Поэтому выбирайте, как вам лучше. Вы можете две руки положить вниз, внимание сосредоточить на удержании, и со всей силы надувать животик. Сверху, не весь, а именно сверху. Все части живота у нас прошли и по напряжению, и по расслаблению. И следующий наш шаг это belly roll. Горизонтальная волна сверху вниз и снизу вверх. Эту технику мы с вами разберем в следующем видео. А сейчас я приглашаю, хочу еще раз пригласить вас на свой курс «Живой животик». Ссылку вы найдете в описании к этому видео. И практикуйте, наслаждайтесь, радуйтесь. До встречи на следующем уроке. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok